Ваш провайдер может гасить скорость интернета для определенных сервисов, а может и не гасить. Сегодня о достаточно интересной разработке Северо-Восточного университета Бостона приложение V-Heat, которое поможет вам понять, опускает ли ваш провайдер скорость при доступе к определенным сервисам и даже портам. Само приложение достаточно простое, поэтому пока скачиваю, устанавливаю, расскажу о принципе работы, как я его понял. Если понял неправильно, пишите в комментариях, в чем не прав. Значит сначала V-Heat имитирует использование какого-то сервиса, например, YouTube, фиксирует время взаимодействия, а потом делает то же самое, но ломает трафик. Ну, меняет байты рандомно, так что провайдер не может определить, каким сервисом этот трафик генерируется. Соответственно, если время взаимодействия совпадает, провайдер не пессимизирует трафик. Если разница, провайдер режет скорость. Вот, это страница с популярными видеосервисами. Ну, в общем, надо думать, что провайдер может резать трафик в сервисах, которые генерируют большой объем трафика. Видео, музыка и конференции. Посмотрим, что он делает с YouTube. Снимаем галочки, оставляем только YouTube. Ну, в общем, понятно, да? Отмечаете то, что хотите потестить. И нажимаем differentiation test. 16 секунд. Быстро. И вот результат. Нет, говорит, дифференциации. YouTube даже чуть быстрее, чем псевдо-YouTube. Ну, неважно. Нет, в общем, дифференциации. А дальше сложности, которые, я думаю, связаны либо конкретно с моим мобильным, либо приложение немножко сломалось. На закладке Music нет возможности выбрать сервисы. Но если нажать тест дифференциации, он начнет тестировать две самых популярных платформы. То же самое с конференциями. Ничего нет, нажимаем и пожалуйста. Google Meet, Zoom и Teams. Тут чуть дольше все это происходит, поэтому отключусь. Ну, в общем, тоже нет дифференциации. Мой провайдер молодец. Значит, кроме анализа сервисов, тут есть анализ портов или портов. Например, 6881 BitTorrent. Ну, из диапазона портов для обмена клиент-клиент, опять же, я не специалист, критика не ко мне. Они написали BitTorrent, значит BitTorrent. Тестируем 6881. И получаем также отсутствие пессимизации трафика. Мой провайдер чист, проверьте вашего. В данном случае провести обе-тестирование приложения я не могу. Провайдер у меня один, поэтому пишите в комментариях, что у вас получилось. Заодно составим карту провайдеров, может для кого-то эта информация станет полезна при выборе или смене провайдера. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.